здравствуйте я хотел бы сегодня немножечко рассказать о ситуации которая может помочь нам всем во время коронавируса потому что любому человеку кто немножечко понимает в медицине уже понятны базовые основы которые человек должен делать для того чтобы защитить себя и не инфицироваться а главное не стать разносчиком потому что многие молодые люди достаточно беспечно относятся к своим родным близким и окружающим не понимая что инфицировавшись они практически в течение двух трех недель могут сами не болея но заражать окружающих распространять эту заразу и соответственно подвергать опасности их жизни потому что на сегодняшний день все уже понимают что это не простой вирус он очень интересно действует но есть методы которые помогут нам правильно подойти к собственной гигиене к собственным действиям для того чтобы защитить еще раз повторю и себя и окружающих от инфицирования поэтому прежде всего нужно четко понимать что любое мытье рук это не панацея тому же тот кто знает историю знает что свое время был известный случай был известный врач который доказал что мытье рук оно эффективно в борьбе с бактериями с вирусами но это не является полной панацеей поэтому те кто думают что они помыли руки этого достаточно очень глубоко заблуждаются и нужно четко понимать что когда мы общаемся с кем-то около него возникает так называемое аэрозольное облако и воздушно-капельным путем вирус наиболее активно распространяется поэтому не нужно подходить близко к человеку с которым вы разговариваете потому что я по сей день вижу как люди по привычке лезут все время поближе к человеку в любой деревне всегда даже руки пожимали вот так выпнимав на прямую руку а на востоке где часто были инфекции где люди постоянно встречались эпидемии холеры но и других заболеваний всегда делали вот так да то есть не дотрагиваясь до человека с которым вы взаимодействуете так вот вирус когда попадает нам в тело по всем последним исследованиям именно мы говорим о ковиде 19 он попадая например в нос почему анализы берутся именно палочкой длинной вот такой палочкой засовывает в нос в одну ноздрю берут анализ из одной ноздри и засовывает ее чуть ли не до ножичка да в нос и вот такой же палочкой засовывать другую спросите всех тех у кого брали анализы это очень больно поэтому не думайте что это такое баловство прямо сходить анализы сдать безбольные это вам будут засовывать палку так вот вирус попадая в нос он через слизистую как носа так и рта потому что носоглотка у нас соединена и кто видел в егических практиках то можно засовывать шнурок в нос и через рот его вытаскивать вот так делать то кто-то знает что можно промывать чайничка носоглотку но этот вирус он падает в желудок и в желудке где-то 2-3 дня он приживается то есть у тех у кого слабая агния или огонь вот наверно на русском языке большим известно известен термин огонь вот пищеварительный огонь он где-то рядом с понятием агния и вот у кого слабый он же 100 там этот вирус замечательно приживается почему всем рекомендуется имбирь чеснок и так далее потому что эти продукты повышают огни и он же тогда способен бороться с этим проникшим в организм вирусом потому что на сегодняшний день врачи а у меня очень много пациентов врачей я с ними разговариваю они не понимают до конца механизма как работает данный вирус в чем и сложность он отличается от гриппа от обычных республикативных заболеваний потому что он ведет себя иначе и плюс он очень быстро мутирует и видоизменяется так вот одна из версий почему легкие да потом наполняются слизью как губка на третий четвертый день если мы ничего не сделали и в желудке вирус прижился он начинает дальше поражать легкие подниматься особенно у тех у кого верхняя часть забита мокротами вот если побегать и поиграть там футболы заняться активностью ноги прямо отхаркивают вот это застойная зона вот тут и она если забита слизью то человек соответственно еще больше подвержен риску что легкие перестанут работать плюс одна из версий существующих на сегодняшний день что гемоглобин то есть железо который выполняет функцию переноса кислорода к легким вирус так интересно встраивается в клетку что он усложняет вот этот механизм и не дает возможности переносить кислород к легким поэтому аппараты и вл скажем так не всегда помогают и нужно понимать что до конца этот механизм сейчас никем не помнит ни иммунологами не вирусологами теми кто этим должен профессионально заниматься и плюс вакцина которая выстраивается на том что организм начинает вырабатывать антитела даже если сейчас ее бы и нашли то чтобы запустить ее в применение это полгода как минимум клинических испытаний там достаточно длительная процедура поэтому нужно четко понимать что если ее нету сейчас то через полгода она может при такой скорости мутации вируса смутировать и видоизмениться до неузнаваемости поэтому нужно понимать что нам придется жить с этим вирусом и одни люди вы можете обратить внимание на статистику заболевают и абсолютно спокойно переносят этот вирус болея практически иногда бессимптомно а есть те которые не способны что называется организм их не способен противостоять поэтому простейшие меры кроме мытья рук тому же с мытьем рук нужно тоже понять если вы месяц моете мыло вы пшикаете постоянно дезинфекторами на каждом углу как это делают многие то вы дезинфекции убиваете и не только хорошие бактерии но эти бактерии которые созданы у нас в организме для того чтобы бороться с средоносными бактериями и поэтому у многих уже сейчас начинаются аллергии на все эти дезинфицирующие средства в виде всяких невероятных спиртов поэтому нужно четко понимать что постоянное дезинфицирование мытье рук это тоже не самый лучший вариант что ж тогда делать так вот человечество не впервые столкнулась с вирусами подобными и это далеко не самый страшный вирус то есть испанка которая была правда она к испании имела мало отношения она родилась в америке и была принесена убила более 50 миллионов те годы тогда население было намного меньше 50 миллионов и от нее умирали с момента инфицирования некоторые в течение двух-трех часов поэтому тот коронавирус который сейчас есть это в общем то не самое страшное так вот абсолютно нет гарантий как он смутирует и это вовсе не значит что это последний вирус который к нам пришел поэтому есть некоторые действия и некоторые технические средства которые позволяют нам защититься прежде всего хочу объяснить почему я нахожусь в бане и отсюда веду вот эту беседу дело в том что когда вирус попадает как я сказал в желудок и там находится 23 дня если вы в этот момент поднимите температуру в легких если вы пойдете в баню будете заниматься нагревом тела будете там дышать по крайней мере делать простейшие упражнения типа простукивание вот района вилочковой железы которая у нас отвечает за иммунную систему будете символировать работу ребер прямо там в бане будете делать вот хотя бы такое упражнение как или кто умеет опуская звук все ниже ниже до желудка и запуская там так называемое бертонное пение или вибрацию то вы тем самым будете еще звуковым воздействием уничтожать данный вирус и тепловым то есть при температуре выше пятидесяти шести градусов вирус начинает погибать и разрушаться поэтому если хотя бы два раза в неделю человек ходит в баню он уже гарантированно и правильно в ней парится он гарантированно будет защищен от вирусов поэтому первое что я всем рекомендую начать ходить в бане но не в общественной где вы можете инфицироваться а именно позаботиться о здоровье у кого есть возможность и хотя бы два раза в неделю посещайте баню это можно прийти вдвоем в баню и если у вас парильщик то по два человека вы заходите в баньку вас он парит и в бане очень низкая вероятность инфицирования именно поэтому старые времена когда были эпидемии огромные как правило те люди которые ходили в баню вот район сибири и прочее прочее они не так инфицировались и там не получала распространение такие заболевания так вот так же нужно четко понимать что есть еще ультрафиолетовый свет это величайший помощник о котором много много есть статьи информации и прочее им нужно правильно пользоваться вот у нас стоят установки это простейшая установка это труба в ней находится лампа бактериоцидная через вот это отверстие засасывается труба в трубу воздух он проходит вдоль бактериоцидной лампы и выбрасывается но за это время там происходит изменение в днк вируса и происходит нарушение он разрушается поэтому это возможность чистить воздух и у нас вот вся баня оборудована такими приборами и есть приборы закрытого типа вот это закрытого типа когда закрыта лампа если мы используем приборы открытого типа есть и комбинированные то нужно одевать специальные очки защиты ультрафиолетовой здесь вот специально должно быть написано что защищает именно этот диапазон потому что есть разные очки вот кто приходит к нам мы всем выдаем очки и это не единственная баня потому что я сейчас проконсультировал несколько наших коллег по разным баням и мы создали такую сеть так вот везде у нас есть очки есть данные установки здесь работают точно так же постоянно приборы по очистке воздуха значит они могут работать как дистанционно вот мы можем взять например и включить видите загорелся свет вот здесь выходит воздух то есть он здесь засасывается если я одеваю очки то я могу вытащить вот эту лампу встроенную и ею обработать любую поверхность на нее соответственно не нужно смотреть но я после обработки или я оставил его ушел из комнаты или вы пришли в раздевалку разделись включили там такую лампу и она все что вы принесли на одежде все вот эти бактерии все эти вирусы эта лампа убивает причем лампы делятся на озоновые и безозоновые это изобретение фирмы Philips оно не так давно было сделано вот это безозоновая лампа то есть 254 нанометра частота за счет специального у виолетового стекла и специального титанового напыления происходит что этот это диапазон он условно говоря не выделяет в реакции с кислородом озон и озон он в малых объемах он полезен вот такой запах после грозы когда вы чувствуете приятные легкости это вот как раз озон но когда в большом объеме можно это видите включать что вручную да точно так же я могу взять и выключить дистанционно и точно так же выключается сразу же вентилятор вот здесь есть разные модели есть вот такая короткий вариант да есть более длинный есть еще более длинный есть совсем сложные для дезинфекции больших пространств есть открытые закрытого типа у нас есть самые разные приборчики но в любом случае они все работают по принципу или рециркуляции воздуха или же когда мы открытой лампой обрабатываем поверхность так вот предбанник в бане любые ковровые поверхности стены любая одежда вы же приходите когда с улицы если вам кто-нибудь кашлянул на спину то как минимум 72 часа этот вирус способен жить на тряпках на поверхностях на перчатках на полотенцах поэтому мы полностью дезинфицируем все тряпки материалы и так далее плюс естественно нужно обрабатывать всякими пшикалками вот есть специальные растворы то есть на кресле если сидел человек то есть обязательно потом оно должно быть все обработано еще один маленький нюанс многие не понимают что на пшиков это нельзя сразу же вытирать это можно размазать если это недостаточно на пшикало но это должно стоять минимум 15-20 минут это не вот пшикалками не убиваются моментально вирусы поэтому на поверхностях обработку вы не сможете все время запшикивать у себя все стены всю мебель всю одежду всю обувь и так далее необходимо дать более качественную и вот как раз таки обработку и как раз таки вот этот ультрафиолет это воздействие оно дает возможность обработать все это без всяких пшиканий вы включили подобный аппарат оставили его он продезинфицировал всю поверхность и потом вы можете замечательнейшим образом его выключить и включить например режим вот этот когда воздух будет загоняться внутрь трубы то есть это защитный кожух эта штучка станется туда и после этого вы включаете все воздух пошел забираться выбрасываться здесь это замечательнейшее изобретение дающее возможность особенно в дождливую погоду которая сейчас когда солнышко светит старайтесь выносить на солнце хотя бы вещи окна открывать не только проветривать но чтобы свет который идет с улицы попадал на максимальной площади в комнате принесли вам продукты откуда вы знаете что на этих продуктах вам принесли нужно это выставить на балкон выставить на солнышко чтобы это как минимум 3-4 часа там пообрабатывалось причем с разных сторон если же у вас есть озоновая лампа то вы можете пришел человек с улицы одежду занес в ванную например или я приезжаю я в гараже вывешиваю включаю озоновую лампу озон выделяется и плюс световые лучи то есть ультрафиолетовые лучи обрабатывают все это пространство или ванны или предбанник или коридорчика или комнаты и соответственно еще озон дополнительно обрабатывает потому что озон проникает вообще всюду и везде то есть если вы пришли в куртке надо куртку обработать с одной стороны потом перевернуть с другой стороны есть лампы которые безозоновые но они все равно чуть-чуть видимо там где-то каким-то образом происходит реакция и все равно появляется небольшой запах небольшой запах очень хорошо это потому что озон становится ядовит только когда идет большая концентрация поэтому используйте аромотерапию используйте имбирь приобретите себе обязательно лампы вот эти бактериоцидные лампы это самое эффективное что на сегодняшний день придумало человечество в борьбе с вирусами во всех операционных во всех стоматологических клиниках используют врачи эти вещи и сегодня есть такая возможность на сегодняшний день если мы хотим защитить себя от вируса от каких-то зараз которые мы будем приносить впоследствии это вообще должно стать такой предметом который должен быть в каждом доме вот как сегодня практически без мобильного телефона ни один человек уже не знает в принципе как взаимодействовать не считая каких-то совсем там людей живущих в тайге в уши и то наверное такие остались единицы точно так же сегодня в сегодняшней ситуации для людей с ослабленной иммунной системой у кого срослись ребра которые удерживаются за счет позвоночника позвоночники просевшие я более 20 лет занимаюсь диагностикой состояния организма и у меня наработано уже исследование по нескольким тысячам человек которые прошли через наш центр так вот у 80% народа населения позвоночник сплющен межпозвоночные диски уменьшены соответственно ребра сжаты и соответственно при дыхании у них не работает активно грудная клетка соответственно не работает качественно вилочковая железа она и так вилочковая железа у нас угасает и годам 35-40 становится совсем слабенькая но если она еще и зажата ребрами и легкие точно так же зажатые собираются здесь мокроты то этот человек без вот таких лам в сегодняшней ситуации это конкретный кандидат на сложное течение заболевания если он будет инфицирован поэтому я всем рекомендую баня ароматерапия лампы и кто хочет может немножко перекиси водорода кто в ухо кто в нос закапывайте но это такой вопрос у каждого своя специфика поэтому не каждому это подходит а вот с лампами в отличие от перекиси водорода и имбирем это проверенный что называется уже используемый везде метод точно так же как баня который много много тысяч лет ну вот это наверное на сегодня все так что кто хочет заходите к нам на youtube канал и там много лекций моих предыдущих как себе помогать как оздоравливаться спасибо за внимание им